Это дефицит. Но для тебя, может, и еще достану. Спасибо. Да? А какое отношение я имею к макаронам? А, это ты, дядя Боба. Ну? У него на складе кончаются макароны. Передайте, подкинем. Николай Николаевич говорит, подкинем. КОНЕЦ Я, кажется, сделал одно укущение. Если у нас неделя здоровой и вкусной пищи, то каждую трапезу надо предварять короткой лекцией о секретах кулинарии. Мы начнем сегодня с самого простого. Макароны. Из макарон и макаронных изделий можно приготовить много вкусных и питательных глюк. Только не надо про макароны. Тогда перейдем сразу ко второму разделу. Мучные и крупные изделия. Перед заваркой крупу, будь то рис, перловка или пшено, необходимо два-три раза тщательно промыть в холодной воде. Каша бывает двух видов. Вязкая и свежая. Как? То есть рассыпчатая. Так. Опа. Особенно тщательно следует промывать пшено. Так оно содержит мучку, придающую ему горковатый вкус. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, дядя Вова. Не смейте отравлять окружающую среду. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так. Вот так. Понятно. Вот. Ос. Люба, а почему ты одна? Где девочки? Девочки, они сегодня на вахте. Понятно. Разминайся. Алло, добрый вечер. А Галю можно? Понятно. Спасибо. Здравствуйте. А Валя дома? А когда будет? Здравствуйте. А Валя дома? А когда будет? Галю, да. Ура. Галю, да. Милое солнце дня я прошу опять. Вечер, когда я снова смогу обнять. Но что мне нужно навечно. Тебя, с кем жизнь моя легка, Как в летнем небе облака. Ты для меня заря, что сменяет ночь, Ты для меня река, что уносит прочь, Тревог и огорчений. А если б ты другой была, То песней стать бы не могла. К нам всегда приходят радости, Когда не ждешь. Если в небе светит радуга, Закончен дождь. На тебя я как на радугу смотрю, Мир привычный я с тобой не узнаю, Потому что день любой и час любой Счастливым стал для нас с тобой. На тебя я как на радугу смотрю, Мир привычный я с тобой не узнаю, Потому что день любой и час любой Счастливым стал с тобой. Счастлив я с тобой. Прошлый день нельзя повторить опять, Невозможно повторенье. Время не ждет, она составляет ждать, Ждать удачи и везенья. Я очень долго ждал тебя, От января до января, Ты для меня любовь, о которой петь, Буду песни вслед за этой. Ты для меня костер, где готов сгореть, Только ты была загрета. А если б ты другой была, Что песней стать бы не могла, К нам всегда приходят радости, Когда не ждешь. Если в небе светит радуга, Закончен дождь, На тебя я как на радугу смотрю, Мир привычный я с тобой не узнаю, Потому что день любой и час любой Счастливым стал для нас с тобой. Счастливым стал для нас с тобой, Счастливым стал для нас с тобой. Счастлив я для нас с тобой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Дай мне ложку. Какую? Чайную. Пожалуйста. Я пойду? Наша сегодняшняя тема жарка во фритюре. Некоторые продукты становятся особенно вкусными, если их приготовить в большом количестве жира во фритюре. Таким способом можно приготовить овощи, рыбу, куски мяса, а также мозги. Мозги тщательно промывают, затем замачивают на 30-40 минут в холодной воде, предварительно удалив пленку. Когда мозги вскипят, в них добавляют лавровый лист, душистый перец, соль. По вкусу. И доводят до готовности в духовом шкафу горшочек. К столу подают горячим. Да. И так, в ближайшие дни мы познакомимся с рецептами таких общеизвестных блюд, как гуляш из сердца, бульон с ушками, ромовая баба датская. Проходите, проходите. И, наконец, ральмопс с яблоками. А завтра? А завтра объявляю неделю молчания. Надеюсь, возражений не будет? Ну, что-то. Огражден от команды стеной молчания. Наметившиеся контакты заморожены. Действуйте сами через Остапенко. Е-М. Что он ест? Это Женькины инициалы. Е-М. Евгений Масловский. Понял. Развивай мысли. Ты войди в положение девчат. Ну, войди в их положение. Они мечтали о море. О флоте. Вы сами поддержали их инициативу. Создали женский экипаж. А теперь что получается? До них нет никому никакого дела. Нового буксира нет и ремонт нерентабелен. А при сравнительно небольших затратах этот буксир можно отремонтировать и он еще будет плавать и другим фору даст. Ну, конечно. Правильно. А во втором цеху есть старый генератор. Да мы же в лаборатории. Мы всю электронику можем сделать. Так действуйте. Ну, кто ж нам разрешение-то даст? Нас никто слушать не хочет. Нерентабельно и все. Когда мы начинали строить молодежный клуб, многие тоже не верили, что мы сможем это сделать своими силами. А мы все-таки клуб построили и буксир сделаем. Ну, как мы его делаем? Ну, скажи, ну, как? Субботник. Надо организовать субботник. Так, порт я беру на себя. А вы берите на себя судоремонтный завод. В субботнике нам не откажут. Назар, вот это идея. Хочешь, я буду с тобой заниматься сольфеджио? Каждый день. А вдруг получится? Да-да-да, получится, получится, непременно получится. Только вот что. Надо обязательно написать аргументированную статью в нашу многотиражку и в Томсомольский прожектор. Ну, так это мы Женьке поручим. Сегодня же. Субботник. 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 Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А мы по поручению комитета комсомола. Мы хотели бы подробнее узнать об условиях жизни вашего экипажа. О трудностях, с которыми вам приходится сталкиваться в повседневной жизни. Ну и, конечно, о технической оснащенности судна. У вас ведь есть трудности? У вас обязательно должны быть трудности. Мы по поручению комитета комсомола. Вот направление. Девушка, может, вы на нас обиделись? Почему вы не хотите с нами разговаривать? Разве что-нибудь случилось? Неделя молчания. Чепуха какая-то. Девушка, да постойте. Погодите. Ну, я понимаю, месячник безопасности движения. Или санитарный час. Час. Или, наконец, день открытых дверей. И целая неделя молчания. Это же время. А чем они мотивируют свой отказ? Да ничем. Говорят, что женщины на буксире – это аномалия. На таком безусловно. Ты попробуй на этой плите что-нибудь приготовить. Ее сначала два часа растапливаешь, потом за две минуты все прогорает. Ну, да ладно. В общем, задание ясно. Только никаких женщин. Не понял. На субботнике не должно быть никаких женщин. Нужно сделать так, чтобы новый буксир стал для девушек сюрпризным. Понял. Молодой девичий экипаж полюбил свой буксир, сроднился с ним. Циклон стал их вторым домом. Тук-тук, к вам можно. Женечка, а что у нас сегодня на полдник? Молодец со сметаной. Женечка, а ты не забыл про завтрашний день? Завтрашний день по просьбе трудящихся будет отмечен кремовым тортом типа Наполеон. Жень, тебе постирать ничего не надо. Мужчина, способный готовить и печь Наполеон, обязан стирать себе сам. А-а-а. Диспетчер. Можно? Любочка, а что если завтра на нашем девичнике, Люб, будет один мужчина. Вот. В виде исключения, Люб. Ну, хороший парень. Ну, в виде исключения можно. Любочка. Диспетчер. Молодые инженеры, конструкторы, рабочие из Совета Молодых Специалистов выступили с предложением продлить жизнь буксира, дать старику циклону вторую молодость. Женечка. Оладьи со сметаной стирать не надо. А завтра будет Наполеон. Понятно. Люба, ты не возражаешь, если у нас завтра на девичнике... В виде исключения будет присутствовать один мужчина, да? Я не буду возражать, Галочка. Спасибо. Не за что. Чем же объясняют руководители порта флота непримиримую позицию в вопросе реконструкции? Я не буду возражать, если сегодня, то есть завтра среди нас будет один мужчина. Очень хороший парень. В порядке исключений. Ага. Я пойду его сама позову, а? На, держи. Ага. Вот это да. Ну, тогда же их будет двое. Послушайте, перестаньте издеваться. Завтра Наполеон со сметаной, оладьи стирать не надо. И вообще. Ваш эгидр приказал вам молчать неделю, а сегодня пошли только четвертые сутки. А мы выполнили неделю за три дня. Я вам хотела сказать, что срок вашей стажировки заканчивается завтра. Завтра? Завтра. И мне очень приятно, что столь радостное событие совпадает с днем моего рождения. Завтра. Завтра. Я прошу тебя, сумей забыть. Все тревоги дня. Пусть они уйдут, и может быть, ты поймешь меня. Все, что я скажу, не знаешь ты. Только ты тому вина. Понял я, что мне нужна одна лишь ты, лишь ты одна. Этот день нам вспомнится не раз. Я его так ждал. Как мне хорошо с тобой сейчас. Жаль, что вечер мал. Я прошу тебя, побудь со мной. Ты понять меня должна. Знаешь ты, что мне нужна. Нужна одна лишь ты, лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки так же были мы близки, так же были мы близки двадцать лет спустя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не мечтал о счастье Да одна лишь ты, лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки так же были мы близки, так же были мы близки двадцать лет спустя. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 Давайте я подвезу вас. Вам в какую сторону? Мне в сторону Портону. Прекрасно, и мне туда же. Ой, спасибо, спасибо. Пожалуйста, на здоровье. Спасибо. Пожалуйста. Так, сейчас поедем. У меня к вам просьба, проводите меня, пожалуйста. С удовольствием. Может быть, все-таки врачу? Нет, нет, спасибо. Я недавно начала водить машину, все как-то не решалось. А дочь уже год водит, и хорошо. Женщина за рулем, женщина за штурвалом, это аномалия. Ну, как это вы о женщине? Я цитирую одного ответственного работника. Пожалуйста. Ну, вы посудите сами. Создали в портофлоте женский экипаж. Может быть, единственный в стране. Может быть, во всем мире, и никому до этого дела нет. Ну, это просто возмутительно. Это более чем возмутительно. Хорошо, хоть вы меня понимаете. И при этом надо учесть, что они девушки слабой полной. Ваши девушки сами работу себе выбирали. Никто их на буксир не звал. А трудности есть везде. Они знали, на что шли. Ну, трудности трудностям рознь. А вот если б ваша дочь там работала, вы бы так не говорили. Да знаю я этот буксир не хуже вашего. Тут откуда вы все знаете? А куда мы пришли? Это мой кабинет. Верочка, Ев Максимович у тебя? Нет. Пожалуйста, разыщите и соедините. Это кабинет не ваш, а государственный. Я пока не выскажу свою мысль до конца, я отсюда никуда не уйду. Удивительно. Ну? Удивительно. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Организованней! Выпускай, ребят, успех! Здравствуйте, Маля! Отпусти! Выпускай, Маля! Смотри, вылетит сейчас! Максимыч, мне кажется, вы про буксир забыли! Дайте команду! Ну, пошли, Маша, пора! Пошли! Да-да, совсем забыли! Попрошу всех на цикло! Люба! Поторопитесь, поторопитесь! Люба! Ой, так здорово! Люба! Люба! Моя дальнейшая практика будет проходить на другом судне. К сожалению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы вместе с звёздами падаем, падаем вниз Любим, верим, грустим, ошибаемся В сердце бережно падать за прошлым храним Мы вместе с птицами в небо вносимся Мы вместе с птицами в небо вносимся Мы вместе с птицами в небо вносимся Мы вместе с звёздами падаем, падаем вниз